Частица мощей святителя Луки и его келейная икона Божьей Матери Скоропослушница – две великие святыни. В Кузбасскую митрополию их привезли по благословению митрополита Ташкентского Викентия. Именно он заметил чудесную благодать, исходящую от иконы, которая много лет находилась в келье Луки. А потому было принято решение, чтобы как можно больше православных прикоснулось к святыне. Та икона, которая находится в нашем храме, это его келейная икона. И сам владыка Викентий говорил о том, что когда же находился, то он замечал у него необычайное благоухание. После этого он принял решение, чтобы организовать поездки, которые люди могли прийти помолиться перед этой иконой. Икона была написана на святой горе Афон. В течение многих столетий по молитвам перед этим образом верующие получали и получают благодатную помощь Пресвятой Богородице. Исцеление больных, помощь в житейских нуждах. Во всем помогает Пресвятая Дева. А названа она Скоропослушница, потому что молитвы перед этой иконой исполняются Царицей Небесной очень скоро. Многие православные христиане, проживающие здесь, на нашей родине, в России, они горячо любят Божью Матерь, почитают ее. Но этот список уникален тем, что он именуется Скоропослушница. И именование связано с тем, что Божья Матерь сама нарекла его именно таким. Поэтому тем самым указано то, что каждый человек, кто с верой прибегает к ней, Божья Матерь слышит этого человека и подает по молитве этого человека. Помолились перед иконой и поклонились мощам святитель Луки уже десятки верующих ленинскузнечан. Святитель Лука, почти наш современник, епископ Русской Православной Церкви, духовный писатель, хирург, профессор медицины. Он стал жертвой сталинских репрессий и провел в ссылке в общей сложности 11 лет. В августе 2000 года был канонизирован Русской Православной Церковью. Имея, конечно, особую любовь к Богу, к людям, тем более, что приходилось ему совершать очень тяжелые операции, как правило, он брал самих тяжелых людей и всегда прибегал с молитвой, после чего Господь дал ему особый дар, дар исцеления. Поэтому это уникальный человек тем, что действительно он очень близок к нам по времени проживания, очень близок к нам тем, что он всегда откликается на молитву верующих людей. На Кузнецкой земле две великие святыни будут находиться до 3 июня. За это время они побывают в 16 храмах Кузбасской митрополии. В храме новомучеников и исповедников российских до 16 апреля. Затем ковчег и икону отправят в Полысаево. Вновь они вернутся в Ленинск-Кузнецкий 19 апреля. И до 22 числа поклониться мощам святителя Луки и его келейной иконе можно будет в свято-серафимопокровском женском монастыре.